Всем привет, меня зовут Шамба, мы продолжаем прохождение игры Icewind Dale. В прошлой серии мы зачищали башню Шиварашу от эльфов, которые умерли уже давным-давно, но сейчас подняты в образе призраков и смогли попасть в башню Лабелоса по мосту. Собственно, здесь мы увидели Ларла, он потерял рассудок и чтобы, как видим, восстановить его в адекватное состояние, нужно завести вот эту астролябию. Мы нашли три детали, но еще не все работает, либо нужно еще две детали, либо одна. То есть мы побывали в башне Карелона, в башне Шивараша, в башне Лабелоса, остается башня Солонора и башня Сихонин. Но в башню Сихонин, как нам рассказывал Летяс, по-моему, так звали, поющего клинка на самом центральном этаже, нам не попасть. Там было все завалено. Возможно, через башню Солонора мы сможем попасть, а возможно и нет. То есть потребуется только одна деталь. В общем, сейчас посмотрим. А спускаемся на центральный этаж и оттуда пойдем в башню Солонора. Как же долго. То есть мы, получается, поднялись на башню Лабелоса, она, получается, самая высокая из них. Как-то странно, вроде Карелон, если я все помню, главный эльфийский бог. Ну да ладно. Отправляемся в башню Солонора. Нам встречались бойцы, маги. Ну что, здесь будут жрецы, наверное? Итак. Эта статуя изображала эльфийского бога, но сейчас разбита и осыпается. А, несмотря на суровые условия, этот сад выглядит ухоженным. Это Денайни. Она дружелюбна. Так, здесь еще одна статуя, которая осыпается. Эта тоже осыпается. Ну, собственно, все статуи... Хотя нет, вот это вот нормально выглядит. Не знаю, почему описание про нее осыпается. Как понимаю, вот это все пять статуй богов, из которых были воздвигнуты те самые башни. Как понимаю, Карелон... Нет. Ну вот это явно мужчина, то есть это Карелон. Вот это, наверное, Лавелас. А здесь уже сложно понять, кто Сиханин, кто Шивараш, а кто есть кто. Потому что, ну, это, скорее всего, девушка, а вот здесь уже затрудняется ответить. Итак, Денайни, что ты нам расскажешь? Я не позволю тебе сквернять эту башню. Не подходи. Я не хочу с тобой драться. Просто уходи. Успокойся. Мы совершенно не собираемся тут что-то сквернять. Скажи мне, кто ты? Я... 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 магию. И, как понимаем, Миттл должен был защитить руку Селдарьи Нотарды, правильно? Да. Когда перед нами стала суровая реальность грядущего поражения, мы поняли, что необходимо выиграть время, пока наши братья и сестры с юга не пришлют в открепление. Ларл разработал отчаянный план ради нашего спасения. Он решил наложить на руку чары Миттл, который не впустил бы сюда никакую темную орду. А что случилось потом? Несмотря на быстроту наших клинков и меткость наших стрел, враги прорвали линию обороны. Мы продержались неделю на последнем рубеже. Упал и он. В тот момент, когда темная орда уже взбиралась на башне, вырезая оставшихся защитников, руку объел световой коколь. Ценой наших жизней мы купили время для Ларелла. Миттл был прочитан. А что же в таком случае пошло не так? В первый момент мы решили, что Лареллу удалось нас спасти, но вместо этого он обрек нас на проклятие. Из-за какой-то катастрофической ошибки, заклинание почти полностью до самой грани смерти, вытянуло жизненную силу из каждого живого существа в крепости, рядом с ней. И защитники нападавшие стали походить на тени, тени, утратившие рассудок, пока из них выкачивали жизнь. Что еще хуже, Миттл вернул с того света мертвецов, обратив их в нежить. Ты говоришь, что все живые существа сошлись с ума после того, как превратились в тени. Тем не менее, ты разговариваешь со мной вполне разумно. А как так вышло? Некоторые из нас очень немногие сохранили разум, и некоторое подобие своих прежних личностей. Рассудок! Рассудок! Еще худшее проклятие, ибо мы видим мучение наших собратьев, но не можем сделать ничего, чтобы они отправились на заслуженный покой. Да, воистину печальная история, Денайни. А не могла бы ты рассказать о том времени, когда ты была жрицей? В те времена, когда рука Селдорин процветала, я была юной послушницей. Тогда я проводила большую часть времени здесь. Как видишь, на этом этаже Солонора было святилище. Здесь эльфы, жившие в этой крепости, молились нашим богам. Расскажи побольше про святилище. В своем былом великолепии святилище было воздвигнуто во славу наших богов. Самые талантливые из наших мастеров создали статуи и прекрасные купели. Весь год в маленьком садике цвели цветы, и у нас был один простой ритуал. Мы срывали цветок в саду и клали его в купель, как подношение при молитве. Но, как видите, сейчас эти купели посмотреть нельзя без дрожи. Такими они и останутся, пока я не найду немного цветовой воды, чтобы очистить их. По всей видимости, святую воду мы найдем в приключениях. Ты не могла бы рассказать мне о себе и своих обязанностях жрицы? Те времена, когда рука силдарин процветала. А, это все уже было. Мне пора уходить. До встречи. Так, про обязанности жрицы мы у нее спрашивали. Это идет уже по второму кругу. Так, про Ларл и Миттл мы все расспросили. Помнится, в самом начале в диалоге было, что я могу покоить ее, этих товарищей, жрецов, которые выше. Неужели я скипнул этот диалог? Так, ладно, идемте дальше, но здесь все как-то грустно, печально. Но действительно, створили заклинание, в итоге обрекли себя на большие страдания. Так, идемте на следующий этаж. Мы благодарны, сказал призрачный эльф-послушник. Помолимся, восхваляем их, восхваляем их учениям. Они на меня не нападают? Нет. То есть, я могу просто... Наверное, я могу даже просто пройти. Но лучше давайте их освободим от этой нежизни. Так, где они у нас все стоят? В одной куче. Разумно будет закинуть сюда огненный шар, как раз. Прямо здесь, эпицентр. Так, это послушник, послушник. То есть, они будут все читать заклинания. Никто у нас не будет стрелять из дальнобойного оружия. Поэтому давайте тех, кто побежит в первую очередь расстреляем. Остальных. Посмотрим, как правит себя огненный шар. Поехали. Так, урон получили. Один уже умер. При смерти. Серьезный ран. Ну, поехали. Ах, вот они еще появились. Так, защищать мага. Срочно все защищайте мага. Да, вот что я и говорю. А, страх, аура. Это отвратительно. Так, раз. Первая защита, вторая. Так, кто у нас тут с плащом страха? Тебя нужно в первую очередь уничтожить. Иначе с ума мои персонажи все сойдут. Готово. Плащ страха спал. Сейчас раунд должен пройти. Они освободятся от этого эффекта. Так, у меня тут лучника убивают. Здесь же давайте черепушку кинем. Ты, надеюсь, переживешь этот взрыв. Нет, не смогли. Расклад пока плохой. Но справимся. Сейчас все придут уже в себя. Пока я не буду магию тратить на этом этаже больше. Потому что и так много потратили. А дальше неизвестно, что будет. О, отлично. Шрица получил новый уровень. Убегать. Нужно срочно убегать. Все, остался последний клирик. Отлично. Можно было сказать, что это легкая победа. Но это не так. Сейчас с них спадет страх. Сложно вата было немного. Но хорошо, что здесь стрелков не оказалось. Это просто спасение. Так, мне есть из чего стрелять. Пополним. Все болты кончаются. Все стрелы тоже практически закончились. Надеюсь, мне хватит. Или придется спускаться на центральный этаж и покупать там стрелы. Новый уровень. Заклинания появились. Так, значит, полное лечение будет на шестом уровне. Это так долго. Итак, что же за заклинание? Исцеление критических ран. Восстанавливает 27 пунктов здоровья. Злые персонажи не могут использовать эти чары. Либо наносит столько же повреждений нежити. Ой, я не хотел это делать. Огненный удар. Пятый уровень. После чтения заклинания огненного удара на жертву, выбранную заклинателем, брошивается вертикальная колонна пламени. Жертва получает от 6 до 48 единиц огненного урона. Удачный спасбросок от заклинания уменьшает повреждения вдвое. Ну, не знаю. Мне вот это заклинание не нравится тем, что у мага есть тот же огненный шар. Он дается гораздо раньше и по урону он на текущий момент даже будет превосходить. То есть от 1 до 6 единиц урона наносит у нас 9 уровень. То есть от 9 до 56 на текущий момент. У клирика же 6,48. А практически то же самое. Но за исключением того, что это как бы радиус вокруг определенной точки, он 5-футовый, он меньше. Поэтому это гораздо слабее огненного шара. И братья, я смысла не вижу. Оживление. Оживление некромантия. Читая заклинание оживления, жрец возвращает жизнь в тело погибшего спутника. Имейте в виду, что это заклинание не действует на эльфов. Персонаж воскресает с одной единицей здоровья, остальное необходимо остановить с помощью отдыха или лечебной магии. Оживление не работает на тех, кого убили при помощи заклинания смерти, перста смерти или рассыпления. Примечание. При использовании оживления со свиткой его сила уменьшается. Светок оживления сработает только в непосредственной близости от места гибели персонажа. А заклинания не могут читать злые персонажи. Это заклинание читается только после боя. Если в бою оживить нашего сопартийца, очень велика вероятность, что он снова умрет. Сила победителя. Продолжительность. Один ход. С помощью этого заклинания жрец черпает силу своего божества и передает его выбранному персонажу, делая его великим бойцом. Сила увеличивается, а сила объекта сроком на один ход увеличивается до 20-23 единиц. Заклинание утомляет жреца и после его прочтения получает ухудшение ко всем своим броскам. Еще один недостаток силы победителя. То, что жрец на протяжении его действия должен сохранять концентрацию, поддерживая связь выбранного существа и божества. И не может в этом время читать другие заклинания. Эфир длится один ход, пока заклинание будет развеяно. Продолжительность. Отвратительная. Жрец не может читать другую магию в это время. Еще хуже. Я никогда это заклинание не использовал и не брал. Далее. Хаотичные приказы. Зачарование. Чарование. Хаотичные приказы делает персонаж неиспределенным с магическим приказом. В эту группу ходят внушение, очарование, подчинение, повеление усыпления и смятение. А также очень ситуативное заклинание, которое не всегда знаешь, когда применить. Поэтому сложно его выбирать запомненное. Потому что не факт, что эти заклинания будут против нас применяться. Следующее. Праведный гнев праведного. Зачарование. Чарование. Один раунд на уровень. Это заклинание вселяет в союзников жреца чувство праведного гнева, улучшая их боевые характеристики. Все союзники жреца в области действий заклинаний на время его действия получают плюс один к броскам на атаку и спас броскам. Также от 1 до 8 единиц дополнительных пунктов здоровья, которые могут превышать максимальное число пунктов здоровья персонажа. Все персонажи того же самого характера, что и жрец, получают дополнительную атаку каждый раунд и плюс два к атакам и урону и спас броскам. После того, как заклинание прекращает свое действие, все существа, бывшие под его влиянием, испытывают усталость. Какое же у нас мировоззрение? Нейтрально добрый. У нас есть кто-нибудь еще нейтрально добрый? Никого еще нейтрального доброго у нас в партии нет. А разница? Здесь все атаки урон по сброске плюс один, враги получают дебаф минус один. Молитва третьего уровня. Это же заклинание пятый уровень. Да, мы получим халявные 8 единиц здоровья. Враги из описания никаких дебафов не получат. Поэтому это очень-очень сомнительно. Кроме того, есть также заклинание декламации. Союзники получают улучшение плюс два к атаке. Враги получают ухудшение минус два. Поэтому... Зачем? Для чего? Это очень странное, на мой взгляд, заклинание. Поэтому я также его никогда не применяю. Да, там есть еще бонус к урону, но... Что такое одна единица урона? Это капля в море. И так далее. Щит лантандера. Да ладно, я всегда читал не как латандер, а лантандер. Ладно, теперь буду внимательнее. Это заклинание на время своего действия дарует объекту иммунитет к любому урону. Злые создания не могут быть укрыты щитом лантандера и не могут читать его. Иммунитет к любому урону на два раунда. Это только лишь как спасение можно использовать. Но заклинание в целом неплохое. Чем-то напоминает заклинание мага, если оно у меня есть. Вот, как раз Атилюка. Нет. Короче, сфера Атилюка, которая нас защищает. Вот. Но она действует 7 раундов. А это на 2 раунда. Ладно, идем дальше. Следующее заклинание защиты от нежити. Это некромантия. Это заклинание умножает влияние жреца на нежить, но его зона действия не перемещается в месте заклинателя. И остается там, где стоял жрец, время произнесения защиты от нежити. Любая нежить, попавшая в эту зону, подвергается такому же воздействию, как если бы ее пытался изгнать тот самый жрец, который произносит заклинание. Если попытка изгнания не удается, нежить больше не подвергается воздействию заклинания до тех пор, пока не покинет зону поражения и снова не войдет в ее. Это весьма странное заклинание, потому что оно, во-первых, 5 уровня и действует ровным счетом так же, как обычная способность нашего жреца изгнать нежить. Зачем дополнительно его изучать, я не вижу смысла. Далее, великое повеление. Пятый уровень из очарования сферы очарования. Аналогично заклинанию первого уровня повеления. Это заклинание позволяет жрецу скомандовать всем вражеским существам в зоне действия. Эффекта «умереть» в скобках «спать». Успешный спецбросок позволяет избежать эффекта. Спящие существа, получившие повреждения, выйдут с своего литургического сна и вернутся в нормальное состояние. Вот мне интересен перевод «умереть». Чего? А в чем разница с как раз этим заклинанием? Действует оно один раунд. А наше повеление высокоуровневое действует один раунд на уровень. Но успешный спецбросок позволит избежать эффекта. Весьма странно. Нет, такое брать мне не хочется. И последнее. Сопротивление магии. Сопротивление магии и заменение. Это заклинание дает объекту улучшение к сопротивлению магии, который составляет 2% на уровень заклинатель до максимума в 40%. Эффект длится в течение времени действия заклинания. Или, если подумать довольно забавно, до его развеяния. Ну да, хотя развеять сопротивление магии довольно-таки смешно. Но также ситуативно. Конечно, если идешь на бой с магами, это полезно. Но для меня жрец всегда хилер, поэтому берем именно лечение. И занимаемся лечением наших израненных товарищей. По два заклинания, я думаю, вполне хватит. Ух, нет, нет, нет. Ни того не надо лечить. Так, магичку. Пока она лечит, посмотрим, что у них здесь было в коробках, в ящиках, в бочках, которые. Немного золотых взяли каменной кожи. Так, сундучок. Молот. Очередной боевой молот. Вроде бы ильфа. А сколько у них молотов уже? Нет, но в целом я по игре очень много молотов находил. Сможешь опознать его сейчас? Ладно, используем заклинание. Боевой молот плюс два. Этот молот появился... Да, это другое описание. Этот молот появился благодаря неистащимой изобретательности гномов в розыгрышах. Говорят, некий трудолюбивый гном выдумал особый сплав, который способен удерживать значительный электрический заряд. Он хитрым обзором плел нити этого сплава в свои рабочие перчатки и в них приветствовал гостей, вызывая веселый переполох. Как было до тех пор, пока он не пожал руку заезжему дворфу-гузнецу. По слухам, удар был такой силы, что у бедняги загорелась борода. В обмен на свою жизнь гном-изобретатель поведал дворфу секрет сплава. Теперь тот неплохо зарабатывает, продавая изготовленное из него оружие. Урон от 1 до 4 плюс 3 и плюс единиц электричеством и попадание плюс 2. Но мы используем топор-защитник, который дает нам прибавку к классу защиты. Поэтому это очередная вещь на продажу. Поднимаемся выше. Так, здесь они опять же молятся, не замечая нас. А я площадные заклинания использовал. Но давайте сохранимся, во-первых. А нет, я не могу. Сейчас я спущусь вниз и там тогда сохранюсь. Потому что мало ли что пойдет не так. А заново загружаться это очень долгий процесс. Так, ну давайте, поехали. Расстреливаем. Послушник. Он не послушник. Мне бы выстрелить в клирика. Тут клирики же есть. Они следуют учениям. Да, вот эльфы-жрицы. А если я пройду в центр, вы не будете атаковать? Нет, они, видимо, так усердно молятся, что даже не замечают тех, кто вокруг. Хорошо. Надо выйти на убойную позицию. Вот здесь, во-первых. Мы их стопорнем. Во-вторых, вот здесь тоже можно будет застопорить их. Первым делом нужно клирика выстрелить, отстрелить, чтобы он не смог, опять же, свой плащ страха прочитать. Итак, поехали. В смысле, вы отсюда не можете попасть? Нет, этот может. А лучник неужели? Отлично. Так, кто здесь читает заклинания? А, эльф-клирик. Нет, ты не успеешь прочитать. Серьезное ранение. И тогда кислотную сферу в нее закину. Так, а ты откуда взялся? Эльф-послушник, ты очень в опасном месте стоишь. Так, а ты давай тут. Танкуй, а ты здесь. Так, а ты здесь их задержи, чтобы они к магу не смогли пройти. А силу единого прочитать? Не понял даже. Так, ты в атаку. Атака. Убиваем жрицу. А нет, они прочитали как раз какую-то молитву, которая... Она снимает броски атаки. Либо декламация, либо просто молитва это была. Нет, но это уже победа. Клириков устранили, а послушники, ну, они не умеют читать заклинания. Это и в целом бойцы посредственные. Так, что это у меня? Топоумие. Только не надо на своих нападать. А ты кто? Еще одна клирик тут бегает. Так, началось самое отвратительное. Дворф пошел разнос. И камера перескочила на непонятном направлении. Все, убегаем от нашего дворфа теперь. Пока он не успокоится. Все, наш дворф пришел в себя. Годвин в порядке. Так, проверяем сундуки. Сфера неуязвимости. Так, масло скорости. А что оно в такой подозрительной бутылке? Странное мутное масло. Поэтому не рекомендую пить. То есть, если вы как бы понимаете, что это масло скорости, но оно какое-то странное при этом, лучше не пить. Даже если очень им будет необходим. Эффекты могут быть самые разные. Так, и нашли еще одну деталь. Часть сломанного механизма. Последняя. Интересно ли? И какое-то мутное зелье. Так, место закончилось в рюкзаке. Давай тогда Ред Найт подбирай. Ожерелица. И жидкость. Давайте опознаем все это сейчас. Я думаю, нашего знания будет... Знания, наверное, и будет достаточно. Вот инвентарь переполнен. А символ Лабелос и Нарета. Созданные в золотые времена сотрудничество между эльфами Руки Силдарин и гномами Глубин Дорна. Такие коль... Это кольцо. Такие кольца призваны улучшить магические способности молодых волшебников. Хотя старшие маги Руки были одними из самых могущественных в королевствах. Они постоянно занимались исследованиями и ставили опыты. У них не было времени, чтобы участвовать в второстепенных сражениях и вылазках. Параметры. Интеллект добавка плюс один. Может использовать только маг одиночного или двойного класса. Нет, но это не выглядит как... Ну вот, это Ожерели же. То есть выбирается в слот Ожерели. В описании кольцу. Так, а что мы носим? Мы носим просто символ храбреца, который позволяет читать эмоцию отвага. Но это не так полезно. Вот теперь у нас интеллект 19. Добавились какие-нибудь дополнительные? Нет. Ничего дополнительного нам не добавилось. Я надеялся на дополнительные ячейки для заклинаний. Так, передадим кому-нибудь еще. Давайте у Клирика будет символ отваги. И что еще за жидкость я нашел? Зелье переноса силы. Зелье обычно хранится в бутылках или пузырьках из глины, хрусталя, стекла или металла. Как правило, каждый сосуд содержит порцию состава, необходимую для однократного применения. Плюс один к ловкости, минус один к силе. Ха-ха-ха. Опытным путем мы в одной из серий проверяли, что для нашего эльфа 20 единиц ловкости не даст ничего. Никакой дополнительной брони или чего-либо еще. Поэтому, ну, конечно, добавится там спасбросок реакции, но это того не стоит, чем терять силу. Поэтому это зелье будет, скорее всего, продано. Так, все сундучки осмотрели. Да, и получается, идем на самый верх. Здесь не на что навестись. Ну, видимо, сидели на скамьях. Здесь один оратор читал молитву. Все остальные сидели, молились. Ну, зачем мы их и застали, собственно. Так, а вот здесь клерики, как понимаю, жили. Жили, спали, отдыхали. Здесь нужно будет аккуратнее. Давайте вылечимся. Здесь, возможно, кто-то из самых главных жрецов будет. Идемте на разведку. Да, точно так же, как в башне с магами. Открываем комнаты и застреливаем всех, кто там. Кто здесь? Послушник, клирик, послушник. Клирик, до свидания. Пусть они сами прибегут тогда уж. Да, вот этот берик. Отлично. Заклинание сорвали. А послушники не доставят нам проблем. Все, победа. Мне даже жалко этих послушников. Так, идемте дальше разведывать. Предлагаю сначала все это смотреть, а потом уже проверить сразу все комнаты. Где что есть ценного. А, пусто. Хорошо. Тут тоже никто не живет. Как-то это слишком просто. Мне кажется, я открою какую-нибудь комнату, и здесь будет какая-то жесть. Тоже пусто. Неужели все были на службах? Последняя комната. Если я ее открываю, и здесь в каждой комнате появятся еще эльфы, жрицы, это будет очень жестко. Итак. Да нет. Такая же комната, как соседняя была. Ничего сложного. Какая-то совсем самая легкая башня оказалась. Так, у кого у нас больше всего места? Зеледишь сюда, Зеледишь сюда. Давай, Red Knight, собирай все, что можно собрать здесь. Кольцо. Зеледие регенерации. Снятие проклятия. Но мы не были еще прокляты ни разу. Аккуратно одеваем зачарованные предметы. Так, это, наверное, лечение болезни Зеледия Чаймумии. Зеледие восприятие для вора. Снятие паралича. Защита от огня. Зеледие поглощения. Электрического урона. И еще камушек. Зеледие дают очень много, но я не люблю им пользоваться. Не знаю почему. Я практически ни в одной игре никогда особо зеледями так и не пользовался, чтобы прямо одно с другим пить на все эффекты, что есть. Концентрация сознания и огненный удар. Ну, со свитка огненный удар можно прочитать. Кровать в этой комнате использовалась для лечения больных и раненых. А здесь есть еще какое-нибудь описание. Нет, больше ничего с описанием не присутствует здесь. Ну, лечили и жили рядом. Так что здесь в сундуках мы на верное зелье. О, святая вода. Бочонок святой воды. Как раз нам в башню. Так опять забился инвентарь. Да сколько ж можно. Давайте сразу отдадим нашему клирику все свитки, которые она будет использовать, надеюсь, когда-нибудь. Как это мага заклинания же? Вроде бы да. Хорошо снятие проклятие. Это не заклинание клирику, удивительно. Так, забираем все оставшееся. Опять все заполнено. Да что ж такое? Моция отвага. Мы ее уже читали, видели. Эликсир здоровья. Еще одно ожерелье. Может, то же самое. И очередной огненный удар. И здесь то же самое описание. Получается, это последняя башня. Мы сейчас подойдем к Лореллу, отдадим его помощнику еще одну часть астролейбии. Астролейбию починят, и все будет замечательно теперь. Ну, надеюсь, что будет все замечательно. Мало ли, она не починится, а еще больше сломается, и Лорелл с ума сойдет, и нас решит убить напоследок. Так, надо бы... Да ладно, в смысле. Я вот помню, что я читал улучшенную невидимость. А почему я ее не заучил? Странно, странно. Ладно, сейчас учим заклинание. Отлично. Это записано. Это записано. Это тоже. И это. Один только слот. Кольцо колеса. Но у нас следопытов нет. Так, опознаем еще два предмета. А символ Сиханин, лунный лук. Этот магический символ эльфейской богини Сиханин, лунный лук, получали обитатели руки Силдарин, направляясь на разведку близлежащих территорий. Владелец символа получает некоторый доступ к магии прорицания. Способность обнаруживать ловушки, а также присутствие сил зла или добра. Нет, ну, это весьма слабенький артефакт. Давайте его продадим. Кольцо святилища. Созданное в золотые времена сотрудничество между эльфами руки Силдарина и ворфами Глубиндорна. Такие кольца вручались клирикам, которые отправлялись в бой с ордами орков и гоблинов. Магия кольца обеспечивала жрецу неприкосновенность, пока тот призывал божественные силы. Позволяет читать заклинные святилища пять раз в день. Но это только для клирика подойдет колечко. Так, и еще, по-моему, вот это заклинание. Снятие проклятия. После прочтения этого заклинания волшебнику обычно удается снять проклятие. Наложеное на существо предмет. На предмет. А вот это вот уже интересно. То есть, если я найду предмет проклятый. Я, по-моему, такой находил, но его уже продал. Я смогу снять с него проклятие, но он будет потом работать как-то лучше. Вот это интересно, надо будет затестить. Так, снять проклятие наложено на существо предмета, оставленное прочитанным свитком или существующим в нематериальном виде. Обратите внимание, что заклинание снятия проклятия не убирает самого проклятия с проклятых щитов, оружия или доспехов. Однако, позволяет тем, кто по неосторожности надел такой предмет, от него избавиться. То есть, тестировать ничего не будем. Некоторые особые проклятия не снимаются или же могут быть сняты только заклинанием, достигшим определенного уровня. Понятно. То есть, проклятые вещи по-прежнему носить нельзя. А я думал, что можно снять проклятие, и этот предмет обретет какие-нибудь еще лучшие свойства. Но, увы. Как замечательно, что я сохранился сейчас. Нет, но это также ситуативное заклинание, которое никогда не бывает запомненным, кроме моментов необходимости в нем. И малая сфера неуязвимости. Это отречение, это заклинание создает неподвижную, слабо мерцающую магическую сферу вокруг заклинателя. Сфера не позволяет проникнуть внутрь заклинанием первого, второго и третьего уровня. То есть, из области действия этих заклинаний будет исключаться зона малой сферы неуязвимости. Это касается не только заклинаний, прочитанных магами, но и выпущенных при помощи врожденных магических способностей или магических предметов. В то же время, изнутри сферы можно использовать любую магию, влияющую на создание снаружи, без какого-либо-то ни было ограничения. Сферу можно разрушить, если успешно применить заклинание развеять магию. Третий уровень защита. То есть, она защищает от огненных шаров. Хорошая сфера. И заучили. Но здесь у нас так мало золотов. Вот пятый уровень, пятый уровень. У меня нет заклинаний, которые я могу использовать без опаски для себя и своих сопартийцев. Но ничего не идет на пятый уровень. Итак, идемте до Ларрла теперь. Хотя нет, надо жрица, а дать святую воду. Может, она нам какой-нибудь подарок даст. Или какой-нибудь священный артефакт, который хранился в храме. Кроме того, мы упокоили всех ее товарищей. Надеюсь, она тоже это оценит. Я принесла немного святой воды, чтобы очистить купели. Ты принесла святой воды. Теперь я могу очистить купели и вернуть этому месту хотя бы часть былого величия. Пожалуйста, я не могу подарить тебе много. Но вот возьми знак признательности. Прощай, Денене. Семьдесят восемь, семьсот пятьдесят. Ну, стало покрасивше здесь. Ну, а товарищи упокоили, про это мы ей почему-то не говорим. Шлем, который венок какой-то. Так, опознаем его. Нет, нужно отдохнуть. Я здесь смогу отдохнуть. Здесь нет. Идемте выше. Да ладно, с первого раза отдохнули. Хорошо, что же это у нас? Лавры благосклонности Сувы. Этот венок из лавровых листьев и рос был подарком от церкви Суны, жрицам Махалани Целанин, жившим в руке Солдарин. Слушатели, человеческие богини любви и красоты, тепло приняли в крепости верховная жрица, каналия Селанин. Она надевала вино каждый раз, когда люди посещали руку. Когда орки грабили башню жрицов, они выбросили этот предмет как бесполезный мусор. Добавка к классу защиты единица. Особенности плюс один к харизме при ношении. А что наш шлем дает? Это просто идеальный шлем. Но это не шлем. Это ни разу не шлем, это венок. Кроме того, прочитаем внимательно описание. Защищает от критических ударов. А здесь этого нет. То есть давать подобное паладину было бы полезно за счет того, что харизма увеличится. Но критический удар он очень больный. Посмотрим, что нам даст увеличение харизм. С подбраски 6, 7, 8, 10. С подбраски 6, 7, 8, 10. То есть увеличение нам по странной причине ничего не дало. Ну и не надо тогда. То есть у нас есть лишь один персонаж, который не может носить шлем. Это маг. Ну пусть она тогда носит этот венок. Будет защита побольше. Клирик у нас также вступает в ближний бой, поэтому лишать ее защиты от критических ударов это ужасно. Кроме того, у нее следующий уровень практически в полмиллиона опыта требует. Десятый. Здесь же десятый вот-вот будет. Так, вручаем этот венок нашей магичке и надо у нее что-то тяжелое забрать. Нет, это не тяжелое. Вот Моргенштерн мы заберем. Так, спускаемся вниз. Так, а сейчас очень долгий маршрут будет до нашего Ларла. Предлагаю я это сделаю во время паузы, а сейчас просто добегу до туда. Вернуть как буду у Ларла. Итак, я практически добрался до Ларла, но в библиотеке нам понадобится еще одна книга для нашего Орека, мага из Кулдахара. Он в прошлый раз нам рассказывал о том, что изучает эльфийскую магию как Миттл. И у нашего Кустантеса есть книга Теория Миттл. Все остальные книги в отдельном выпуске я зачитаю, потому что если их все сейчас читать, эта серия затянется где-то на час, где я буду только час читать эти книги. Так, читаем Теорию Миттл. Нет, не сейчас, спасибо. Другие книги не нужны. Теория Миттл. Теория Миттл. Авторы «Счен ты мелко». А никто, кроме высших магов, не имеет точного представления в истинной природе Миттла. Несмотря на тщательное изучение древнеэльфийских документов и современные научные дискуссии о теоретической магии, многие считают, что Миттл – живое существо и одновременно гигантская сеть измагических сил, сплетенных воедино с помощью волшебства и жизненной энергии его создателей. Полагают, что существование поддерживается за счет естественных сил природы, ветра, течения рек, изменения температуры, вызванных солнцем. Учитывая связи Миттла с жизненной силой и самим Фейруном, вряд ли он когда-либо распространен, учитывая связь Миттла с жизненной силой и самим Фейруном, вряд ли он когда-либо являлся распространенными чарами, чтобы там не утверждали в прошлом. Миттла и его магия прямым образом привязаны к узору источнику всей магии Тарила. Ну, ничего про теорию особо не рассказано, общие какие-то фразы. Ну, наверное, Орик более подробно почитает эту книжку, расшифрует ее и она поможет ему в своих изысканиях. Так, момент истины. Мы сейчас либо должны починить все, либо все должно полететь куда подальше. Надеюсь, будет первый вариант. Сохраняемся. естественным. Так, Илорит. Тьфу эту адскую машину уже никогда не починить. Ай, я нашел эту часть в башне Солонора. Не нужна ли она тебе для починки механизма? Дай подумать. А вы восстановили часть эстролябии и 36 тысяч опыта. О, бездна, меня повери. Должно быть, ты права. Если найдешь еще какие-нибудь детали, тащи их сюда. Или просто заходи позже, когда восстановлю эту деталь в машину. Я зайду к тебе, когда ты все соберешь. До встречи. Крутится, 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 крутится. А вот это вот сама почему не крутится здоровая штука? И вот это. Неужели я где-то пропустил деталь? Посмотри на ее. Разве она не великолепна? Приношу тебе глубочайшую благодарность за то, что ты помогла мне в работе. Да направо это горелон твои пути. А, то есть мы все починили? Я думал, вот эти вот штуки тоже будут крутиться. Ну, а раз он доволен, значит все работает. Давайте повысим уровень и Ларл с ума не сошел, значит будет все в порядке. Так, новый уровень у магички. Следующий уровень 37, а, 375 тысяч опота. Вот это разве честно? То есть магичка получает 11 уровень, а клирик при этом на 9 будет сидеть. Следующий уровень бойца. Арбалеты, как и стрелковое оружие, не качается дальше. Ну, давайте прокачаем еще копья, раз их решили. Пока я нормальных копий для него не находил. Здесь то же самое с луками, поэтому качаем двуручные мечи. Так, а чем я сражаюсь? Я сражаюсь топором. Повысить уровень. Конечно, бы хотелось молоты на пятерку прокачать, но нет. Топор выбираем. Готово. А сколько нашей паладинша? И 50 тысяч. Бойцам следующий уровень при полмиллиона опыта. Ближе всего маг к новому уровню. Так, у нее открылись новые слоты. Да, для пятого уровня еще один слот для запоминания, но у нас нет такой магии. Так, что можно сюда взять? здесь у нас как бы защитные чары в основном. Еще одно зеркальное отображение особо не нужно. Спротивление страху. Продолжительность один час. невидимость. Но как бы тоже не надо. Обычная невидимость нет. Вот я бы улучшенную невидимость взял, но она на четвертом уровне. Стук. Давайте возьмем стук, потому что иногда встречаются сундуки, которые мы не можем отпереть. на текущий момент. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.